Сегодня в программе. Это неправда, что я не платила деньги. Я каждый месяц платила 3200 коммунальной услуги. Что? Под видом квартирантки мужчина поселил на своей площади любовницу. А жена об этом узнала. Теперь всем участникам любовного треугольника придется встретиться в суде. Зачем вы в брак тогда вступали? Создать семью. Я хотела быть замужем. Хотела быть замужем и создать семью. Это немножко разные вещи. Перед свадьбой девушка заявила, что не собирается претендовать на заработки мужа. И даже заключила брачный договор. Однако узнав, что он миллионер, резко передумала, удастся ли мужчине отстоять свои деньги. У меня роман случился. Вначале с анбаром, каменщиком, потом с Мухаммаджоном, электриком. Ну вот они мне дом-то и построили. Женщина бесплатно построила шикарный дом в провинции. Как ей это удалось? И сможет ли она убедить мужа, что работники делали ей все за так? Истец требует расторгнуть договор аренды квартиры досрочно. Ответчик не согласна с исковыми требованиями. Пожалуйста, истец, изложите ваши требования. Да, ваша честь. Данная женщина снимала мою квартиру. На данный момент я уже являюсь ее владелицей буквально, а именно месяца два. Она снимала ее на правах любовницы. И в течение полутора лет, хотя есть официальный договор, пунктами которого прописано, что она обязана выплачивать 35 тысяч рублей. Ни в одном размере сумма, выплаченной за это время, не было. И буквально она проживала на правах любовницы. А до этого ничего не предвещало беды. Квартира сдавалась, сдавалась исправно, все было в порядке. Мы получали ежемесячный доход в размере 50 тысяч рублей. Получается, этот доход мы делили на мужа и на свекровь. Точнее, получается, часть принадлежала мне. 25 тысяч я привыкла получать стабильно. Кто является собственником квартиры? Два месяца назад я поговорила с мужем, узнав о том, что... Нет, ответьте на мой вопрос, пожалуйста. Я. Кто является... Частично я, частично свекровь. Да. То есть вы по долям являетесь... По равным долям, да. Когда вы стали собственником? Два месяца назад. До этого кто был собственником? Только мой муж и свекровь. То есть муж передал вам свою долю? В подарок. Подарил? Есть документ, да. Подарил. Еще до того, как вы были собственником, был заключен договор аренды. Да. Так? Да. Кто заключил? Ваш муж и свекровь? Да. С ответчицей? Да. Потом вы узнали, что она не просто арендатор. Да. А что живет она абсолютно на птичьих правах. И что она не выплатила... То есть она не платила деньги? Вообще не платила деньги. Ну, вы же говорите, что получали 25 тысяч каждый месяц. До этого я и говорю, что квартира... До того, как я вступила в законные права на эту квартиру, да, квартира исправно сдавалась за 50 тысяч. Я имела ежемесячный доход в сумме 25 тысяч рублей. То есть не ответчице сдавалась квартира, а какому-то другому лицу? Да. А когда с ответчицей был заключен договор? С ней полтора года назад. И дело в том, что так совпало, что моя свекровь вышла на пенсию. Как я вообще узнала эту историю? Моя свекровь вышла на пенсию. Мой муж сказал, что квартира пересдалась более дешево. Давай уступим сумму в пользу моей матери. Я не имела права возразить. Я сказала, конечно, конечно. И тут произошло следующее. Неожиданно свекровь попросила у меня незадолго до пенсии 6 тысяч рублей в долг. Что и явилось для меня такой безусловной уликой. Я не могла с этим жить. И я приперла буквально к стенке своего мужа. На что выяснилась такая правда, от которой я была просто ошарашена. Я даже подозревать не могла. Я подозревала все, что угодно. Ответчица проживала в квартире и не платила деньги. И не платила ни копейки. И дело в том, что я уже даже думала, может, любовника себе завела. Я уже все передумала, все, что возможно. Но когда я узнала это, я поняла, что незамедлительно надо вступать в права на квартиру и незамедлительно пересдавать ее более адекватным людям. Поэтому я думаю, что этот вопрос нужно решить в краткие сроки. Потому что с ней разговаривать и договариваться невозможно ни о чем. Я присылала ей письмо почтой, а Наня на него не дала ни валейшего ответа. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Договор аренды заключен был вашей свекровью и мужем. Да, совершенно верно. На какой срок? На три года срок еще не истек. Срок еще не истек. Согласно договору, да. Три года. Вы вступили. Получается, что вам подарил муж свою долю. Половину, да, квартиры. А именно, половину квартиры. И теперь у вас, получается, перемены лиц. На правах нового собственника, да. Да, я бы хотела решить этот вопрос незамедлительно, досрочно. Вы хотите досрочно расторгнуть договор. Да, 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 абсолютно верно. На каком основании? Отвечица вносит арендную плату? Ну, вообще, ни копейки. То есть в течение трех месяцев она не вносила арендную плату в соответствии с договором? В течение полутора лет она не вносила. Нет, подождите, вы же собственник. Мы сейчас разбираемся в правоотношениях, которые возникли между вами и арендатором. Да. Она не платит в течение трех месяцев. И вы просите расторгнуть договор. Да, да, да. Понятно. То есть вы не только возражаете, чтобы именно она проживала, но и потому, что она не оплачивает. А если она будет оплачивать? Я с этим человеком не хотела бы иметь никаких общих дел, она не зарекомендовала себя так. Так, пожалуйста, документы передайте через судебного пристава. Ваша честь. Ответчица. Ваша честь. Вопрос у меня к вам. Вы иск признаете? Ваша честь, я категорически не признаю этот иск, потому что она никто. Мы заключали этот договор. Мы только что разобрались, что... Она не имеет отношения никакого. Значит, мы только что разобрались, что Степан Михайлович, с которым вы заключали договор, он теперь не является собственником. Марина Антоновна является собственником. Вы меня будете перебивать? Сейчас пойдете в коридор. Прошу прощения, Ваша честь. Мы только что разобрались, что Степан Михайлович больше не является собственником. Соответственно, теперь все правоотношения у вас имеются с новым собственником и со вторым собственником. Понятно? Да, можно сказать Ваша честь? Да, теперь можно. Ваша честь. Это неправда, что я не платила деньги. Я каждый месяц платила 3200 коммунальные услуги. Что? А где платежи, которые прописаны условиями официального договора? Ни одной суммы, ни рубля. То есть вы оплачивали коммунальные платежи? У нас был договор такой, что я буду оплачивать коммунальные платежи и проживать бесплатно на том основании, что я являюсь девушкой Степы. И вообще, я ему секс, а он не проживание. В договоре найма жилого помещения, иными словами, в договоре аренды, прописано, что вы ежемесячно должны уплачивать 35 тысяч рублей. Где здесь написано, что вы живете бесплатно и платите коммунальные платежи? Вы подписывали этот договор? Ваша честь. Конечно, подписывала. Я оплачивала коммунальные платежи, вот у меня все документы на руках. Никто не оспаривает этого. Марина Антоновна мне сказала, что мне не нужно ничего оплачивать, потому что я являюсь девушкой. Вообще, между прочим, Марина Антоновна очень давно хотела, чтобы я стала супругой Степы, понятно? А Степа у нас не хочет. И Степа был не против. Степа тоже был решен. Давайте мы сейчас его послушаем. Степа со мной хотел быть. По-моему, она вообще не соображает ничего. Это вы не соображаете. Так, все, она, отвечица, то есть вы... А я все соображаю. Отвечица, вопрос у меня к вам. С того момента, как истица стала со собственником квартиры, вы выплачивали какие-либо денежные средства за аренду жилья? Я выплачивала 3200 коммунальные услуги. Вы вопрос слышите? Да, слышу. По-русски понимаете? Понимаю. Я какой вам вопрос задала? Выплачивала ли я какие-либо деньги? Никакие-либо арендные платежи, предусмотренные договором. Не выплачивала. Так, пожалуйста, Мария Антоновна, слушаю вас. Ваша честь, я свекровь истица и второй собственник квартиры. Я считаю, что оснований для расторжения договора нет. Я не спрашиваю вас ваше мнение по поводу иска. Вы можете мне пояснить обстоятельства, которые вам стали известны по заключению договора аренды. Пожалуйста. Степа сдавал квартиру безвозмездно своей девушке. Безвозмездно. И вы были в курсе? Да, я была в курсе. Я хочу сказать, что Степан идиот. Он взял и подарил свою вторую долю истицы. Почему он это сделал, непонятно. Мы сейчас спросим его об этом. И несмотря на то, что он идиот и дебил, не смог вовремя... Давайте, несмотря на то, что он ваш сын, в моем суде я запрещаю вам оторвлять, так как он является стороной по делу. Хорошо, Ваша честь. Дома можете говорить все, что угодно. Несмотря на то, что он с истицей никак не мог развестись и жениться на Людочке. А в чем проблема-то? Ну, они встречались в этой квартире. Это ее театр. Они встречались в этой квартире. А в чем проблема развестись-то? Может, он не хочет? Да потому что он не хочет разводиться. Вы свой зоопарк придумали, в него поверили. Вот женитесь на своей вот... Да это ты обманутая. Вы на ней, вы на ней женились. Это ты обманутая женщина. Глупая женщина. Глупая женщина. Так, истица, выгоню сейчас вас. Вы уже закончили выступление. Дайте разобраться-то. Вы в суд пришли для чего? Извините. Чтобы я разобралась, правда? Да. Я пытаюсь. Несмотря на то, что Степа никак не смог развестись и жениться на Людочке, Людочка не должна жить в таких вот ужасных жизненных условиях. Я считаю, что Людочка обязательно должна... Заберите ее себе. ...должна до окончания договора. Людочка очень хороший человек. Она ангел. Мы с ней познакомились два года назад в предпринимнике. Даже очень хороший человек должен оплачивать арендные платежи, если это предусмотрено договором. Пожалуйста. У нас договоренность со стропой была. Я поняла вас, Мария Антоновна. Но я так понимаю, что никаких договоренностей с истицией, то есть с вашей невесткой, у вас нет. Правильно? Правильно. Тогда мы спросим сейчас Степана Михайловича, что он может нам пояснить. Ваша честь, так как в договой аренды указано мое имя, я считаю, что Людмила должна в течение двух недель выселиться и искать новое жилье. Ах, вот как ты заговорил, да? А что ж ты ко мне приходил, подарочки мне дарил, обещал на мне жениться, все такое. В чем дело? Да мне все надоело, эта ситуация. Смотри на меня, пожалуйста. Что тебе надоело в этой ситуации? Отвечи, мы не будем выяснять отношения, которые сложились. Да он трус. Еще раз вам повторяю. Мы не будем выяснять отношения ваши личные. Мы будем решать правовой спор. Сколько можно ты уже? Поэтому у меня вопрос к вам. Заключали договор найма жилого помещения вместе с вашей матерью? Да. Заключали. Арендные платежи вносились? Вносились. Вносились? То есть, ответчица оплачивала аренду? Я хочу сказать, что я вообще жили о том, что связался, вляпался во всю эту историю, потому что у меня башку снесло кардинально. Но теперь я больше не намерен быть маянеткой. Все это решение, связанное с моей мамой. Почему? Ну, крышу у меня просто снесло, потому что я не намерен разводиться со своей женой, поэтому пусть Людмила уезжает с квартиры, и я в целом полностью на стороне своей жены. А вот как ты заговорил? Потому что хватит уже мне быть маянеткой по полной программе. Вот как ты заговорил, да? Да, ответчица, вот именно так. Вот так ты заговорил? Да, а когда я тебе готовила, а когда ты на мне жениться хотел? Отвечица. Это все пустые слова? Отвечица. Отвечица. Вы что, не в себе? Успокойся. Конечно, не в себе. Вы сама не в себе. Что-то удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. А зачем вы в брак тогда вступали? Создать семью. Я хотела быть замужем. Хотела быть замужем и создать семью. Это немножко разные вещи. Мужчина зарабатывает миллионы в месяц, а его беременная жена не получает от него ни копейки, ведь они заключили брачный договор. Удастся ли девушке получить свою долю семейного бюджета? У меня, ну, роман случился. Вначале с Амбаром, Каменщиком, потом с Мухаммаджоном, Электриком. Ну вот они мне дом-то и построили. Женщина расплачивалась с бригадой строителей и натурой и возвела себе дом. Имеет ли право муж делить имущество, которое досталось жене таким оригинальным способом? Прошу садиться. Оглашается решение. Суд принял решение иск о досрочном расторжении договора аренды удовлетворить. Ответчица, будучи арендатором жилого помещения, со собственницей которой стала иститься, не вносит арендные платежи в течение трех месяцев. Это является основанием для расторжения договора, и этот пункт указан в договоре. Иск удовлетворен. Спасибо огромное. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Проблемы больше не осталось. Эту пиглицу мы буквально в кратчайшие сроки выселим оттуда и будем нормально зарабатывать на этой квартире. Ну да. Теперь куда я поеду? Скажите, куда? К своим предкам? Они мне что, эти предки? Если они узнают, что я связалась, да еще и с женатиком, они мне в голову оторвали. Жена изменяет с братом мужа. Я увидел их голыми в постели. Коль тебе как обычно все это привиделось. Муж положил глаз на подругу дочери. Она устроила истерику, скандал. А вы ожидали, она скажет, ну что, совет да любовь. Бесконечная череда предательств и семейных драм в зале этого суда. Да тебе твои мужики важней, чем родная дочь. Но Елена Кутина – гарантия того, что всем воздастся по закону. Потому что все вернется. Истец просит признать брачный договор недействительным. Ответчик иск не признает. Заявляет, что для этого нет никаких оснований. Прошу всех встать. Прошу садиться. Слушается дело по иску о признании брачного договора недействительным. Истец Долгорукова Владлина Арсетьевна. Ответчик Долгоруков Семен Сергеевич. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Здравствуйте, Ваша честь. Это ответчик – мой муж. Мы с ним женаты уже 4 года вместе живем. Перед заключением брака мой муж предложил заключить брачный договор. В котором он попросил, чтобы каждый, кто сколько зарабатывает, тот столько на себя и платит. Я не имею права на его деньги, на его зарплату. Он не просит у меня деньги. Ну, мою зарплату тоже не трогает. А зачем вы в брак тогда вступали? Ну, как бы я женщина взрослая, я сама могу зарабатывать. Но сейчас я узнала, что он скрыл от меня перед заключением брачного договора, он скрыл от меня свои истинные доходы. Вы понимаете, что он параллельно еще, помимо обычной работы, еще занимался криптовалютой и зарабатывал большие деньги, гораздо больше своей зарплаты. Не вижу ничего плохого в этом. Так я не поняла, по условиям брачного договора, каждый тратит свои деньги на себя. Да, по зарплате. Ну, а вы же вместе живете? Да, мы вместе живем, но на общие нужды, например, продукты или еще что-то пополам, например, или если куда-то выйдем погулять, там, в кино. То есть в ресторан пришли? В ресторан пришли, и каждый из своих кошелька заплатил. Да. И также в магазине, там, например, продукты покупаем общие, и вот каждый чек делим пополам, каждый сам за себя платит. Высокие отношения. Ну, как бы, да. Я достаточно самостоятельная, самодостаточная женщина, зарабатываю неплохо. Мы вообще познакомились с ним на работе. Мы работаем в одном офисе, я бухгалтером работаю, а он работал системным администратором. Вот. И перед... Ну, там вот мы и познакомились, и перед браком он предложил, говорит, давай заключим брачный договор. Я хочу быть финансово независимым, я не хочу, чтобы ты, типа, на мои деньги смотрела. Я думаю, ну, ладно, я как бы тоже у меня зарплата... А зачем вы в брак-то вступили? Я не понимаю. Ну, у меня, как бы, зарплата 110 тысяч рублей. Нет, я не понимаю, зачем вы в брак вступили? Для чего? Для того, чтобы создать семью. Я хотела быть замужем, но как бы я не хотела... Хотела быть замужем и создать семью? Это немножко разные вещи. Ну, хотела создать семью с мужем. Когда люди вступают в брак, это подразумевает, что они будут создавать общее имущество, общую собственность и общих детей. Общее у нас, если, как бы, да, но в брак я вступила, потому что я полюбила этого человека. Мне не важны его финансовые нужды. Я сама могу... До того момента, пока вы не узнали о его реальной зарплате, о его реальном доходе. Ну, как бы, он от меня скрыл это. Я не знала этого. И поэтому, естественно, я... Если бы я знала изначально... То есть вы считаете, что брачный договор следует признать недействительным? На каком основании? На основании того, что он скрыл от меня свои реальные доходы. Он в нашей фирме зарабатывал 120 тысяч рублей. Я 110 тысяч рублей зарабатывала. И поэтому я решила, так как у нас примерно один уровень дохода, то почему бы и не заключить брачный договор? Мне его деньги не нужны. Я примерно столько же зарабатывала. Но если у вас одинаковая заработная плата, какой смысл был заключать этот брачный договор? Вас ничего не смутило? Ну, как бы, он попросил. Я любила этого человека и люблю. Поэтому я согласилась. Понятно. Но разводиться вы не собираетесь? Разводиться... Вот я хотела бы... Если он так же будет себя продолжать, так же будет говорить, что он не собирается мне ничего давать, сейчас у нас еще на работе сократили. И мне зарплату на 30% сократили. Потому что доход у компании уменьшился. И зарплату мне сократили. Мне не хватает денег. Плюс я еще узнала, что я беременная. На 11-й неделе беременности. Вот. И сейчас хочется мне там, например, что-нибудь ананасики или роллы заказать. Я его прошу, у меня же уже денег не хватает мне. Я его прошу, ну дай мне, купи. Ну, не надо мне деньги давать, если ты думаешь, что я там растрачу. Купи мне! Ну, купи! Что тебе, жалко? Это вообще-то не только для меня. Ну, конечно, жалко. Если бы не было жалко, он не заключал бы с вами договора на таких условиях. Вот поэтому я и хочу. Хочу расторгнуть этот договор. Потому что он меня обманул. И 4 года меня обманывал. А тут я узнала, оказывается, что у него еще отдельно заработок есть. Ну, он как бы дома... Я поняла вас, истец. Пожалуйста, документы передайте через судебного пристава. Растворный договор. А справочку-то о беременности принесли мне? Справочку... О беременности нет? Нет. А вы в курсе, ответчик, что у вас жена беременная? Конечно. Ну, ладно, хоть так. Брачный договор представлен. Что можете пояснить? Уважаемый суд, я иск не признаю. Во-первых, я ничего не скрывал от Владлены. Это она по какой-то непонятной причине решила, что у меня заработок всего 120 тысяч рублей. Ты скрывал, вружка. Ну, так ты даже не интересовалась. И дело в том, что она и не интересовалась реально о моих доходах дополнительных. А что вы сказали сами-то ей? Объясню, уважаемый суд. У меня был негативный опыт предыдущих отношений. И в тех отношениях, как выяснилось, моя вторая половина хотела от меня только финансов. И дабы предотвратить эту ситуацию в нынешних отношениях, дабы предотвратить свою семью от того, что мы останемся без крыши над головой, без питания, у нас будет будущий ребенок необеспеченный, необученный, я скрыл эту финансовую способность для того, чтобы суметь накопить подушку. Это чтобы я ничего не получила? Накопил. Накопили? Накопил. 17 миллионов у него. 17 миллионов на счету. Представляете? Прекрасно. А зачем вам подушка? Что делать будем? Эта подушка мне нужна для того, чтобы в случае, если я прогорю на том деле, на котором я зарабатываю, а занимаюсь я умело вкладывая деньги в криптовалюту, сейчас, поймите, я выигрываю. Но может случиться так, что я и проиграю. Мир нестабилен, вы сами понимаете. Мир так нестабилен, что, по-моему, пора остановиться. Возможно, но я так не считаю, уважаемый суд. Ну, хорошо, вам виднее, я ничего в этом не понимаю. Ну, а как же семья? Вы собирались что-то приобретать для семьи? Уважаемый суд, у нас все есть. У нас, мы полностью обеспечены. То, что она говорит, вы обеспечены ананасы жене, не покупаете. Она сама подписывала. А у нее не хватает денег теперь на ананасы, понимаете? Для ребеночка нашего. Ребеночек должен для начала родиться. Вот когда он родится... чтобы он родился, надо сначала витаминчики кушать. Согласен. Но у нас все есть. Ананасов нет? Ананасы закончились вчера, но у нас все есть. Не покупаешь меня. Холодильник еды. Поймите, после подписания... Беременная женщина, открывая холодильник, во-первых, никогда не знает, что она реально хочет. Да. А во-вторых, для беременной женщины нужны другие продукты. Я понимаю. Ну, если вы понимаете, почему не покупаете-то? У нас все есть. Я повторюсь. Вот это все тогда надо было в суд принести, показать мне. Что у вас все есть, например? У нас есть и ананасы были вчера. У нас есть бананы, яблоки. У нас есть творог. У нас есть молоко. Ладно, и творог есть. Понятно. Мы задали вопрос. То есть не признаете иск? Нет, я иск не признаю. Договор был подписан ею тоже в здравом уме. И после того, как она подписала договор, наша игра в ее феминизм продолжилась и в жизни. Потому что она мне всегда говорила, что она независимый человек. Она не... Может быть, она вам говорила то, что вы хотите слышать? Честно сказать, я когда с ней только познакомился, тогда мне были странными ее феминистические взгляды. Но потом как-то пожили, притерлись. Мне теперь все нравится. Я хочу подчеркнуть, что я не хочу разводиться с Владленой. Это сугубо... Но вы не можете сейчас это сделать. Она сейчас находится в положении, поэтому пока ребенок не родится, пока не исполнится ему год, вы не имеете права обращаться в суд с иском о расторжении брака. У меня этого и нету в желаниях. Ну и прекрасно. Пойду вынесу решение. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. У меня роман случился. Вначале с Амбаром, Каменщиком, потом с Мухаммаджоном, Электриком. Ну вот они мне дом-то и построили. Женщина бесплатно построила шикарный дом в провинции. Как ей это удалось? И сможет ли она убедить мужа, что работники делали ей все за так? Ты вообще... Ты почему врешь? Ты зачем обманываешь суд? А что я сказал? Не даешь денег. Все время тыкаешь мне в этот договор. Прошу садиться. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск о признании брачного договора недействительным удовлетворить. Суд, признавая брачный договор недействительным, исходит из того, что его условия поставили истицу в крайне неблагоприятное положение, поскольку возможности распоряжаться доходами своего мужа, то есть совместно нажитым имуществом, она ограничена. Согласно положениям статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому в период брака, в том числе относятся и доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности, результатов интеллектуальной деятельности, а также полученной пенсии, пособия и так далее, и так далее. То есть все доходы супругов являются их общим имуществом. В соответствии с пунктом 2 статьи 44 Семейного кодекса Российской Федерации, суд может признать брачный договор недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне благоприятное положение, что собственно и происходит в данном случае. Реализация супругами права по определению режима имущества и распоряжения общим имуществом путем заключения брачного договора не должна оставить одного супруга в неблагоприятное положение, например, вследствие существенной непропорциональности долей в обществе имуществе, либо лишение одного из супругов полностью или частично права на имущество, которое нажито в период брака. Исходя из этого, суд признает брачный договор недействительным и собственно желает вам удачи и счастливой семейной жизни. Спасибо. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Теперь пусть только попробует не исполнить мои любимые желания. Не купить там мне ананасов или еще что-то. Сама к нему в карман залезу и пойду в магазин. И не буду ему ничего говорить. Все теперь. Закон на моей стороне. Ну все. Теперь нет финансовой подушки. Она все разгорит. У нее очень много хотелось. Она то Сейшелы хочет, то ананасы, то бананы египетского производства привезите ей с самолета. Теперь ничего этого не будет. Все мои старания ушли в никуда. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Идите, посмотрите. Я вам верю. А, уже верите. Все очень хорошо. Если вы не можете вернуть свои деньги... Она у меня не получит ни рубля. У меня нет матери. Понятно? Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Я за себя не ручаюсь. Я придушу, наверное, эту поздную тварюгу. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Не обманете? Ну, пока что никто не жаловался. Это бесплатно. Истец хочет поделить дом, который построила в его отсутствии жена. Ответчик утверждает, что дом является ее личной собственностью. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Ваша честь, мы прожили с моей супругой, моей сбывшей, почти восемь лет. Да как прожили, в общем-то? Не было у нас с ней такое отношение, в принципе, вечные какие-то разноклассники, но неважно. И я буквально недавно узнал, что моя супруга изменяет мне. Изменяет уже. В принципе, не раз соседи мне подсказали. Так что, естественно, конечно, я принял решение. А два года назад я был направлен на командировку в город Краснодар из нашего города, где я был там два года. Приезжала, правда, два раза, тем не менее, и она, Аня, за это время на месте участка, где у нас участок есть, вот, родители. Участок чей? Участок Ани был, да, конечно, естественно. Достался родителей Аня. И вместо домика она поставила баньку. Параллельно она там поставила еще двухэтажный дом. Я просто удивился. Когда приезжал несколько раз, я был поражен. На какие деньги она все это сделала? Просто удивительно. Она не могла, в принципе, на собственные деньги все это соорудить. Потому что она вышла на пенсию. Получает всего лишь на всего 12,800 у нее пенсии. Как пить дать эти деньги? Она, скорее всего, где-то сэкономила, где-то заначала. Так что, получается дом этот, который был возведен... и заначала из чего? Из наших общих денег она сэкономила. А какой у вас доход? Тебе вот не стыдно? Какие ты мне деньги давал? У меня доход 80 тысяч рублей. 80 тысяч я получаю. Плюс еще у меня бывают подработки. Я считаю, что половина дома мне точно принадлежит. Вы же не знаете, на какие денежные средства дом построили. Дело в том, что нажитые во время совместной жизни все средства... Какой жизни? В нашей жизни мы пока еще с тобой не разведены. До сих пор еще. жил. Ты два года жил там с половиной. У меня своя жизнь, у тебя своя. Но дело в том, что с твоей жизни... Ты вообще сюда даже ко мне не приезжал. Да, я творческий человек. Да, я такой. Понимаешь вообще? И денег я от тебя никаких не сделала. У меня нет доказательств, что я тебе платил деньги. Нет у меня. А вы платили? А как же? Естественно, подождите, вы ответчицы. Почему вы разговариваете одновременно с ИСЦом? Я два раза приезжал, помогал и, естественно, деньгами давал ей деньги, которые привозил ей. Доказательства, представитель. У меня нет, к сожалению, доказательств. Я не имею таких... А вы не знаете о том, что когда вы в суд приходите, слов недостаточно? Должны быть представлены доказательства. Браки, вот по крайней мере. И есть у меня справка о моих доходах. Вот, пожалуйста. У меня все это есть. А скажите, сколько денежных средств потрачено на строительство дома? Была судебная экспертиза, как я знаю, да? Да. И дом оценили в 3 миллиона 800 тысяч рублей. Она не могла эти деньги ниоткуда-нибудь взять, понимаете? А вы могли? У нее нет таких доходов. А вы могли? Вы давали ей такие деньги? Я таких денег не давал. Я удивлен, честно говоря. А вы заработали столько? Я зарабатывал, но я не знал, что она будет строить дом такой. Вы заработали 3 миллиона 600? Ни в коем случае. Откуда такие? Да что вы? И, конечно, нет, естественно. Но дом-то стоит, дом стоит и стоит 3 миллиона 800 рублей. Вот так вот. А какое вы к этому имеете отношение, если вы деньги не кладывали туда? которые у нас являются общими деньгами. Какие деньги? Эквивалент стоимости дома, ваше честь. Да потому что все нажитое в совместной жизни делится пополам всегда. Всегда делится пополам. Вы говорите, у нее денег нет. Денег нет. И у вас денег нет. Ну, дом-то построен. А дом построен, значит, пополам. Я не знаю, как она построила дом. Может, ей любовник подарил деньги? Ну, любовник подарил. Опять же, подарил же, понимаете... А то, что подарил, это не супружеская мужа. Ну, дело в том, что давайте будем разбираться надо как-то. Я не знаю. Давайте будем разбираться. Документы передайте через судебный пристав. Любовник. Хороший любовник. Дом есть, значит, давайте делить. Ну, а как же? Ну, конечно. И соседский дом заодно давайте поделим. Нет, и да, на баню, которую она поставила, я не претендую. А почему? Да, потому что он поставили, был построен на месте старого домишки. Я на него претензий никаких не имею. А вот дом, половина это моё. А почему на баню-то не имеете? Ну, потому что, всё-таки, это её родители построили. Понимаете? А, это родители построили. Родители построили, да. Ну, хорошо, хоть так. Ну, а как же, конечно. Пожалуйста, ответчица, что можете сказать? Я правоторова Анна Ильинична. Ну, вот что я могу сказать? С расторжением брака-то согласны? Конечно. Я только за. Обеими руками. Только за. У меня уже новые отношения, я живу с другим мужчиной, а с сестцом Николаем Геннадьевичем у нас как-то жизнь не сложилась. Он ведь, понимаете, как уехал в эту свою командировку? В общем-то, фактически, на этом наша семейная эта жизнь и закончилась. Он не писал, не звонил. С праздником, с днём там этого рождения, 8 марта, никогда не поздравлял. Работал я, извини. И денег я от него никаких вообще не видела. Ну, не было этого. Я уверена, что у него там в Краснодаре кто-то был, но не поверю я, чтобы вот мужик такой, как он, два года без женщины обходился. А что касается его иска по отношению к дому? Нет. Я тут это категорически не согласна. Получилось ведь как? Мне от родителей, от моих родителей, земля досталась, мой домик старенький, правильно. И плюс банковский вклад на 827 тысяч. И вот на эти-то деньги, 827 тысяч, я и затеяла стройку. Вот на эти денежки, на все операции, что я производила, тоже есть документы. Я что, участок расчистила, вот, фундамент возвели, потом, что знать, и стройматериалы закупала я. Ну, а так дом построился каким образом? Тут, понимаете, у меня, ну, роман случился. Влюбилась, закрутила роман. Ну, вначале с Анваром, каменщиком, потом с Мухаммаджоном, кромельщиком, ну, а потом с Шанбеком, электриком. Ну, вот они мне дом-то и построили. Я им вообще ведь не платила нисколько. Я им ничего не давала, понимаете? Совсем ничего? Совсем ничего. Так у меня же романы были. Вот они мне дом-то и построили. Я вам, знаете, вот еще вот так вот скажу. Понимаете, я вот первый раз была замужем, Николай, это второй. Я была 20 лет замужем. Ну, хранила я мужу вот верность, да, все в дом, семью, дочку растила. А потом узнала, у мужа, то у первого 15 лет была вторая семья. И дети там были. Вот оно как. И верности моя вообще ничего не стоит. А дочь потом подросла, выросла, мужика привела в дом. И что мне это говорит? Ты, мать, мешаешь. О, как, матери сказать, что мать ей мешает. Понимаете? Ну, вот я тогда и вышла за Николая. И пошла мать в разу. А только жизнь-то у нас с ним не сложилась. Понимаете? Он с первого дня мне сказал, ты меня не контролируй, в мою жизнь не лезь. Как это интересно. О, не лезь в мое личное пространство. Потому что я художник, понимаешь? Я художник, декорат. У меня мысли должны быть чистые. У меня мысли должны быть чистые. И тогда ты не лезь в мою личную жизнь. И тогда меня тоже не надо. Если ты можешь у вас и чистые. А? Да так я просто. Вот. И он тоже. И потом тогда... отвечица прям молодец. В 56 лет я уехала домой, да, на родину. И думаю, а, буду жить так, как я хочу. Ну, и вот затеяла эту стройку. И действительно, еще ваша честь скажу, да, мне кавказские мужчины нравятся больше, честно скажу. Они более, ну, трудолюбивые, в доме там что-то поделать они могут. Ну, и более темпераментные. А что-то ведь тоже немаловажно. Так что, а с этим я жалею, что надо было мне сразу разводиться, как только он в командировку уехал. Семьи-то не было. Ни помощи, ничего не было. Вот я сейчас себя ругаю. Вот дура дурой. Вот и так вот я дом-то и построила. ничего не потеряли, все успели. Да, все успела. И поэтому вот я на развод я согласна, категорично. У меня есть свидетель, мой Шанбек. Он скажет, что я не... Который последний, да? Да, да, который электрик. Именно электрик, да, он не всю пробовку. Ну, конечно, уже крыша-то уже есть. Конечно. А я за него замуж собралась. У нас серьезно с ним все. Да. На этот раз точно говорю. На этот раз точно. Хотя бы мы уже построили, это ваше добрачное имущество. Можно выходить. Ну, вот в этот период, что пока вот мой, как бы, нынешний, я уже сама запуталась с ними, вот, который был, вот его же в отсутствии дом-то построен. А и семейного, из бюджета, я же ни копеечки туда ведь не вкладывала. Ну, вот такие минуты, понимаете? Вы заявляете встречные исковые требования о признании данного дома вашим личным имуществом и исключении его из раздела. Понятно. Передайте документы. Ваша честь, это понимаете, ну, это вот просто такое счастливое стечение обстоятельств. Ну, вот романы закрутились у меня, мы что тут сделали. Ну, не было бы счастья. Счастье привалило. Свалило. Так, свидетеля давайте послушаем. Ох, жаль, что один только он, Свидетель, ответчиков водитель. от Барка не смог приехать. О, какой. Вот это Шанбек. Бодрый и трудолюбивый. Герой. Представьтесь, пожалуйста. Хайткулов, Шанбек Гафужанович. Что можете пояснить по существу спору? Дом строили? Что, что? Что можете пояснить по существу спора? Про дом. Я с этой прекрасной женщиной живу с юлия 22-го года. За это время я дома сделал всю сантехнику, проводку провел, провел малярные работы все. Я знал про Анвара, кровечки, который возвел крышу, и Мухаммаджона, который возвел стены. Я совершенно за это деньги не беру. Это все бескорыстно. За что деньги не берете? За работу, я имею в виду. А, за работу не берете деньги? У нас все серьезно. Тем более я сделал предложение, скоро мы поженимся. То, что раньше было, это меня не смущает. Это как бы... Ну, хорошо. Что-то давай желайте. Я не знаю, я не знаю, ваше честь. Я просто в растерянке. Сам бег. Ну, ты послушай. Послушай ее вообще. Что ты говоришь? Ты с ней поженишься? Да она так же бросит тебя. Она так же бросит его, как и всех остальных, свою армию, бригаду, извините. Ну, она за тех, кто замуж не вышла. А за него замуж собирается... Я не знаю... А вы сейчас за кого переживаете? Это моя жизнь. Да моя жизнь. Да ради бога, господи, твоя жизнь. Тут удаляется для вынесения решения. Я так... Вот ты думала вообще, что ты делаешь, а? Такого мужика... Да ты на себя посмотри. Да ладно, на себя посмотри. Моя жизнь, как хочу, так и живу. Не надо меня контролировать. Прошу садиться. Оглашается решение. Суд принял решение иск о расторжении брака удовлетворить. Брак между сторонами расторгнут. У нас обе стороны согласны с расторжением брака. Поэтому суд, руководствуясь положением статьи 22 Семейного кодекса Российской Федерации, брак расторгает. Что касается раздела имущества, то суд отказывает в иске о разделе имущества, удовлетворяет встречный иск и признает дом личным имуществом ответчицы истицы по встречному иску по следующим основаниям. Исцом никаких доказательств того, что дом возведен и построен на общие денежные средства, не представлены. При таких обстоятельствах суд отказывает в иске, удовлетворяет встречный иск и исключает из совместно нажитого имущества супруга в спорный дом, признавая его личной собственностью ответчицы истицы по встречному иску. Дело закрыто. Спасибо. Решение суда. Иск удовлетворить. Встречный иск удовлетворить. Догори огнем эти деньги. В принципе, на эти грязные деньги я особо не рассчитывал. Ну что он ко мне прицепился? Вот теперь пусть уезжает. Эти люди прятали свои грязные тайны от самых близких. Гробовые взять? Ну как так можно, а? А теперь придется раскрыть их всему миру. Ты что, еще и беременна, что ли? А я должна была у тебя спросить это? Любому вранью приходит конец в зале этого суда. Что ты врешь? В суде врешь. Действительно тебе? Дела судебные. Новые истории. С понедельника по пятницу на нашем телеканале. Не перебивай меня, пожалуйста. Я тебе еще и... Стаса. Не забывай, что я твоя мать. Я думаю, что вы опоздали с этим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова